Привет, друзья мои! Как вы помните, у нас в семье было две машины, это BMW 5 серии и Mercedes C-класса. Обе эти машины были кредитные, кредит за Mercedes мы пару месяцев досрочно погасили, получили тайтл из банка и продали эту машину. Это было тяжелое решение, мы не хотели продавать Mercedes, потому что машина была красивая, очень роскошный, удачный цвет Silver Mojave. Красивые черные диски, очень смотрелись классно. Там была панорамная крыша и самое главное, там была музыка Burmister, это самая лучшая аудиосистема, которая есть в машинах. Продавать машину не хотелось, но мы сделали это, продали Mercedes и купили Tesla. Это, кстати, наша первая именно новая машина в США, хотя я сторонник покупать именно трехлетние машины с пробегом после лизинга. Сейчас объясню, почему это идеальный вариант покупки машины в США, именно хорошей дорогой немецкой или британской машины. В лизинге есть очень жесткие ограничения по пробегу, и такие машины, трехлетние, обычно с пробегом от 15 до 30 тысяч миль за 3 года. Грубо говоря, это значит, что хозяин этой машины ездил на работу с работы, а на выходных эта машина просто стояла в гараже, ну примерно. В течение такого пробега, в принципе, в машине проявляются все так называемые детские болезни, да, это заводской брак любого узла или агрегата машины. И так как лизинговые авто проходят ТО на дилере, соответственно, если был какой-либо заводской брак, то эту деталь поменяли, а если заводского брака не проявилось, то уже и не проявится никогда. Автосалонов в Калифорнии очень много, соответственно, есть огромный выбор машины. Проехав 3-4 автосалона, можно найти ту или иную машину практически в идеальном состоянии. Дороги в Калифорнии хорошие, зимы, реагентов, соли здесь нету, поэтому ходовая система машины с пробегом будет практически как новая и не будет никакой ржавчины. Ну и цена таких машин на 35-40% дешевле, чем на новые. И по итогу ты получаешь практически новый автомобиль дешевле на треть, который проездит еще 5 или 10 лет без каких-либо проблем, просто вовремя меняй масло и другие расходники. Но почему же мы все-таки взяли новую Теслу? На это на самом деле было несколько причин. Во-первых, в штате Калифорнии сейчас госпрограмма стимулирования перехода к чистой возобновляемой энергии. И штат Калифорнии дает такс-кредит в 7,5 тысяч долларов. Что это за программа? Вы должны купить любую электрическую машину, не обязательно Теслу. Машина должна быть новой, машина должна быть куплена в кредит или за наличные, не лизинг. И вы должны подходить под критерии вашего годового дохода и под критерии цены автомобиля. Мы подходим под все параметры, так же как и другие 90% калифорнийцев. Как же работает эта программа? В следующем, в 2024 году вы подадите декларацию за этот, в 2023 год. И вам насчитают налогов, скажем, в 10 тысяч долларов. Вам нужно заплатить государству в виде налогов. Но так как вы купили электричку, с вас пишут 7500 и останется только 2500 заплатить, а не 10, как было бы, если бы вы не покупали электрический автомобиль. Но вот другая ситуация. Допустим, вам налогов насчитали на 5000 долларов. Тогда 7500 минус ваши 5, налогов у вас получается 0. И остается еще 2500 долларов, которые можно было бы списать на налоги. Эти деньги не перейдут на следующий год, они просто сгорят. Это такая разовая акция. Поэтому в этом году у меня не будет ролика о том, сколько я заплатил налогов в Америке, потому что налогов я заплатил ровно 0 долларов. Я уже проконсультировался со своим бухгалтером. Один лайфхак лично от меня для вас. Допустим, вы захотели в Америке купить дом или квартиру в ипотеку. Чтобы вам одобрили ипотеку, вам нужно показать большие доходы. Но показывая декларацию с большими доходами, вас обязывает это к тому, чтобы заплатить и большие налоги. Поэтому, когда подаете декларацию, можно не списывать всего подряд и очень много с ваших доходов, чтобы мало налогов заплатить, а показать больший доход, соответственно, к сожалению, вам придется заплатить большой налог. Но если вы купите Теслу, налог спишется. И таким образом вы получаете новую машину, никаких налогов и более высокую степень одобрения ипотеки. Вторая причина покупки Теслы – это другая государственная программа штата Калифорния. Это проект скидок для чистых автомобилей. Чистых имеется в виду не загрязняющих окружающую среду выхлопами. Что это за программа? Если вы покупаете электроавтомобиль, значит вы, получается, хороший и ответственный человек. По мнению штата Калифорния, вы заботитесь и думаете об окружающей среде. И раз вы такой хороший, то штат Калифорния хочет помочь вам деньгами. Вам дадут чек на 2000 долларов в качестве компенсации зарядки вашего автомобиля. Вам надо где-то заряжать, это стоит денег. И вот штат Калифорния за вашу ответственность, что вы защищаете окружающую среду, готов вам помочь выделить денежки. Но если вы купили Теслу на последние деньги и у вас очень маленькие доходы, то вы можете попросить расширенную помощь в размере 7500 долларов. Это как раз мой случай. Опять же, эти деньги пойдут на покрытие расходов на зарядку автомобиля. Придет чек или банковская карта с этими деньгами и, понятное дело, можно их потратить на что угодно, не обязательно только на зарядку. Мы заполнили анкету на эту субсидию, ждать где-то 3-4 месяца. И заявки на эту субсидию принимались до 8 ноября. И те миллионы, которые были выделены, уже раздали или почти всем раздали. Но есть новости, что в следующем году эту программу перезапустят. То есть из бюджета выделят опять много миллионов долларов, которые просто раздадут людям, купившим электроавтомобили. Про эту субсидию мне рассказал коллега с мувинга Влад. Влад, тебе большое спасибо. Он сам купил себе Теслу еще летом в этом году. Третья причина покупки Теслы это колоссальная экономия на бензине, на заправке машины. Особенно если ты машину используешь в работе, ездишь по очень много каждый день, то экономия на заправке машины это очень существенный фактор. Мы уже сравнили, посчитали экономию. Если Теслу заряжать на суперчаржерах, то есть это общественные заправки зарядки, для машины, то новый Prius будет более выгодный. Потому что заправить Prius будет дешевле, чем зарядить Теслу, чтобы этим машинам проехать одинаковое расстояние. Ну не намного, но Prius будет выгоднее. Если сравнивать Toyota Highlander и Toyota Venza, это гибридные машины, только крупные такие, расход будет примерно одинаковый с Теслой. И если Теслу сравнивать с обычной бензиновой машиной, то обычная бензиновая машина, не гибрид, будет тратить на бензин 2,5 раза больше, чем Тесла на зарядку. Это я сравниваю Теслу, которая заряжается на суперчаржерах. Но если у вас есть зарядка дома или в билдинге, то тут Тесла вне конкуренции. И мы как раз в декабре будем переезжать в такой билдинг, в новую квартиру, где у нас будет своя зарядка для Теслы на парковке. Когда в Америке ты заезжаешь в однокомнатную квартиру, то, как правило, с ней тебе предоставляют одно бесплатное парковочное место. Оно уже включено в стоимость оплаты аренды ежемесячной. Если там двухкомнатная квартира, то дают два места. Не во всех комплексах, но в основном это так происходит. Соответственно, для однокомнатной квартиры одно место бесплатное, а второе место за дополнительную плату. И то при условии, что в комплексе есть свободные места, которые можно купить, свободные парковочные места. Вот в нашем комплексе место было, и стоит оно 30 долларов в месяц. В той квартире, куда мы переедем, она будет стоить также примерно 30 долларов. А парковочное место с зарядкой стоит 150, по-моему, долларов. То есть мы все равно бы 30 долларов заплатили. Как ни крути, у нас две машины, нам все равно нужно второе место парковочное. И тут к этим 30 еще 120 добавляем, и мы получаем парковочное место с безлимитной зарядкой для машины. То есть за электричество мы не платим. Мы просто фиксу платим, фиксируем на 150 долларов в месяц, и все. И заряжаем сколько хотим. Хоть туда разные машины заводи, ставь и заряжай. Например, у нас две Тесла машины, то можно арендовать одно парковочное место с зарядкой, а второе пускай будет простое. Просто менять машину, заряжать по очереди. Я считаю, что это просто халява, это бесплатно, потому что у нас в Глендейле есть комплексы, в которых, в принципе, просто парковочное место без зарядки стоит 200 долларов. Здесь будет ссылочка на этот ролик, где мы ездили, смотрели разные билдинги. Есть где 85 долларов. То есть просто без зарядки место для машины. Поэтому, конечно, на мой взгляд, это халява. Можно еще по-другому посчитать. За эту квартиру, где мы сейчас живем, мы платим 2,550. Туда, куда мы переедем, там стоит 2,400. Чуть дешевле. Добавляем 150 за парковку с электрической зарядкой, получается те же 2,550. То есть цена как бы одинаковая, поэтому можно смело сказать, что заправка Теслы у нас будет бесплатная. То есть представьте, вы ездите на машине, заезжаете на заправку, заливаете полный бак бензина и уезжаете, не заплатив ни копейки. И так весь месяц. И так каждый месяц. То есть для вас заправка машины, в моем случае зарядка, она бесплатная. Звучит как фантастика. Вот, наверное, 3 основные причины, почему мы купили Теслу. Кстати, о покупке Теслы. Тесла полностью переворачивает представление о покупке автомобиля. Я скачал предложение Теслы на телефон. Зарегистрировался. Выбрал машину, какую хочу купить. Заполнил заявку на кредит. И мне пришло сразу одобрение. И пришло место и время, где и когда я могу поехать и забрать свою новую машину. Заняло это все порядка 10 минут через телефон. Вот, все через телефон сделано. Это сервис центр Тесла в Бурбанке и центр выдачи. Вот так на парковке стоят машины. Есть клиентские, есть те, которые уже люди купили. Им нужно приехать просто их забрать. Наша машина еще не готова. Минут 15 сказали подождать. Вот так это будет выглядеть. Временная регистрация, временные номера. Все здесь. И через телефон открывается машина и новый хозяин уезжает на ней. Это как купить, не знаю, что угодно на Амазоне или на Wildberries. Это революция в автопродажах. Никаких тебе назойливых менеджеров, которые обязаны тебе втюхать какие-то доп-функции, доп-оборудование при покупке машинных кредит в обычном салоне. Никаких тебе обязательных доп-страховых типа ГАП, страховка на страховку. Ничего вообще. Нажал, выбрал, купил. Как айфон в кредит взять. Это фантастика. Это Илон Маск красава. Вот и подъехала наша Тесла. Альбина делает осмотр. Все ли тут новое, все ли как надо. Временные номера, временная регистрация, черные колеса. Все, как мы заказывали. А, да, как... А сейчас все машины так делают. Чуть-чуть тренировка есть. Никаких документов внутри. Никаких бумаг. Все сказали у вас в телефоне есть. Ключи от машины, это ваш телефон. Ну и дали две карточки вот такие. Здесь карта ключ. Если при покупке Теслы вы укажете мой реферальный код, то я получу 6 месяцев бесплатной зарядки на Тесла Супер Чарджерах, что мне в принципе не нужно. У меня дома и так будет бесплатная зарядка машины. Но вы в свою очередь получите скидки и бонусы при покупке Теслы. Это лучше, чем покупать Теслу просто за полную стоимость. Я думаю, скидки и бонусы никогда не бывают лишними. А теперь давайте посмотрим на эту машину вживую и проведем обзор. Итак, мы купили Теслу Model Y. Также в русскоязычном мире она называется Model Y, потому что у всех у нас в школе была математика и на математике была ось X и ось Y. Номера еще временные, пока бумажные. Также эту машину называют Денис Тесла Model White, что в принципе к этой машине подходит и он прав. Напоминает внешне, может быть, BMW X6. Это полноприводный электрический семейный кроссовер, в котором очень много места, стоимостью 53 тысячи долларов, который мы купили в кредит. Он 23-го года, то есть эта машина новая. При покупке этой машины дают два комплекта вот таких вот ключей. Это просто как ключ-карта, как пластиковая банковская карта, но можно использовать телефон, что я в принципе и делаю. У меня ключи от машины в моем телефоне зарегистрированы. Это машина. Двери у ней без рамки. Как видите, все. Машина, кстати, еще не тонированная. Это стекла заводские. Это не пленка, они сами по себе такие темные. Дверные и задние и крыша. Это тонировка заводская. Но я буду делать пленкой, обклеивать. Передние надо более потемнее сделать. Они вот как бы термальное стекло, но хочется потемнее. Ручки утопленные в корпус двери, чтобы не было сопротивления воздуха. Вот так нажимаешь, и она открывается. И за эту тянешь. Багажник очень просторный. Очень много места. Эта полка, она убирается. Она просто складывается туда за сидение. И вот смотрите. Он просто огромный. Здесь много места. Здесь такие карманы есть по бокам. Тоже туда много чего полезет. Они глубокие. И еще есть вот такая ниша, в которой тоже еще очень много места. Здесь в стандарте идет второй, вторая рамка, чтобы номер впереди поставить, но я этого не буду делать. И переходник для других зарядок с нетесловских на тесловскую. В интернете есть много видео, как на этой машине люди ездят на кемпинг в лес и спят прямо в машине. То есть сидение складывается и получается такая большая двуспальная кровать. Давайте попробуем это сделать. Здесь есть две кнопочки сложить сидение. Тянем одну на себя. Сидение складывается. Вторую. Вот и кровать готова. Еще переднее сидение тоже можно вперед немножко сложить. Положить сюда матрас и места много. Мой рост метр восемьдесят три сантиметра и я вполне здесь помещаюсь. Вполне можно ездить в путешествие. Если потянуться чуть выше, то даже ноги умещаются. Я думаю, вполне может и высокий человек поместиться здесь. Не совсем, конечно, удобно, как в отеле. Но так переночевать один раз можно на кемпинге. Давайте закроем багажник и посмотрим, как будет с закрытым багажником. Ну, вполне помещаюсь. Мне кажется, вот так вот на природе спать в Тесле особенное удовольствие, потому что у нее стеклянная крыша панорамная и можно смотреть на звезды в лесу. Особенно красиво, мне кажется, будет во время дождя, когда будет идти дождь. Это будет роскошная картинка. По поводу крыши были отдельные переживания. То, что вы видите, она никак не закрывается. То есть, у нее нет никакой шторки, как в других машинах. А Mercedes, BMW, ну, везде, где есть панорамная крыша, есть шторка, которая закрывает. И мы думали, раз здесь шторки нет, то машина будет сильно греться. Но на практике выяснилось, что здесь какое-то особенное стекло, которое вообще не пропускает никакого ультрафиолета. Если вот даже в Mercedes или BMW мы убираем шторку, то у нас просто пропекает внутри машины. Она быстро нагревается и очень жарко. В Tesla же вообще как будто солнца на улице нет, как будто у нас машина не со стеклом, а обычная с железной крышей. Не знаю, что это за вид от ромального стекла, но это крутая технология. Автомобиль Tesla позиционирует себя как экологически чистый продукт, поэтому здесь вы не увидите кожу. Это кожзам или эко-кожа, как называют ее в Америке, в Европе или по-русски дерматин. Места достаточно много сзади. Вот такие воздуховоды, зарядки USB Type-C, двери обшиты каким-то бархатом, карманы тоже и резинки, которые вытаскиваются. Вытряхиваешь и заставляешь назад. Давайте посмотрим, удобно ли сидеть пассажиром сзади и как я это проверяю. Я сажусь на свое кресло и его настраиваю под себя и потом сажусь сзади, чтобы понять, как сидит пассажир, который за мной, потому что я метр восемьдесят три и я сижу достаточно раскованно, достаточно вольготно и далековато от руля. Я сейчас настроил кресло в машине так, как я обычно сижу, как я обычно езжу и теперь давайте пойдем назад посмотрим, как будет чувствовать себя пассажир сзади меня. Колени не упираются, сижу достаточно тоже комфортно, но спинка как будто слишком вертикально стоит, как на стуле. Но есть одна хитрость, в Тесле задние сидушки регулируются по наклону. Есть такое положение, и вот здесь нажимаем кнопочку и утапливаем его дальше. Вот, можно сравнить. Видите, как это стоит и как это упало. Пробуем теперь вот так. Спинка отклонена дальше назад и так, конечно, гораздо комфортнее. Так же много места. Блин, с задним пассажиром тоже будет очень комфортно и круто сидеть. Даже вот так полулежа вытянулся. Класс, места багажник большой, я уже говорил об этом. Туда и коляску можно положить, и огромные сумки. В общем, места в этой машине много. Давайте посмотрим, что у нас под капотом. Также с приложения открываю капот и тут сюрприз-сюрприз. Вместо мотора, вместо двигателя у нас еще один багажник. Такое достаточно вместительное ниша. Здесь есть петелька для транспортировки на буксире, сломался и горловина для жидкости омывания стопом. Сюда можно положить все, что угодно. Сумки, рюкзаки, спортивный инвентарь. Я сюда ракетки с мячиками положу, буду возить с собой. И закрываем. спереди у нас минималистичный дизайн. Руль, экран, все. Спидометра ничего такого нет. Давайте смотреть, сколько здесь у нас есть места. Подлокотник высокий, удобный и очень глубокий. Место там прям нормально. Туда рука уходит. Также есть вот такой отдел, тоже очень глубокий. тоже там очень много места. Можно все положить. Беспроводная зарядка для телефона. Телефон лежит здесь отлично. Он никуда не шатается. Как быстро бы ты не ехал. Но проблема этой зарядки в том, что она очень медленно заряжает и очень сильно греет телефон. Надо посмотреть в интернете, как ее деактивировать, отключить, потому что заряжать не надо. А вот телефон лежит удобно. Просто использовать ее место хранения телефона. Зато если сделать вот так и использовать вот такую зарядку проводную, то телефон вообще не греется и очень быстро заряжается. Так что это недоработка Теслы, конечно, вот с этой беспроводной зарядкой. Как завести эту машину? Куда вставляется ключ или где кнопка завода? Ничего такого в Тесле тоже нету. Нажимаешь педаль тормоза и машина завелась. Управление как в Мерседесе, то есть здесь у нас поворотки, омывайка стекол, а с этой стороны у нас уже управление задний ход, нейтраль, драйв и круиз-контроль адаптивный. Две кнопки на руле, ролик, который прибавляет и убавляет звук, и еще он двигается вправо-влево и здесь то же самое. На круиз-контроле сколько до переди идущего автомобиля тебе нужно расстояние. Вот так это выглядит. Три, четыре, пять, дальше будет оттормаживаться или ближе. И собственно сигнал очень громкий на самом деле. Не хочу сильно нажимать. С этой стороны я искал где кнопочка ящик для перчаток он называется или бардачок по-русски. Как его открыть? Мне казалось, что он там есть, но кнопки никакой нигде нету. И только спустя какое-то время я нашел эту кнопочку открыть. Это открывается через монитор. Здесь у меня просто страховка от Теслы и мануал. Книжка. по-русски. только на английском. Это лежит здесь. Хотя страховка есть в телефоне у меня. Наверху у нас зеркало заднего вида. Оно стандартное. Свет в салоне. Раз, два. И аварийный сигнал выполнен. Находится здесь на крыше. Козырьки от солнца. Интересно сделано. Ни в одной машине такого не видел. Вот эта штука на магните. Здесь есть зеркало. Можно половинку. Можно полностью открыть. И светодиодная лампа. Кстати пленочку даже не снял еще. Давайте распаковку сделаем. Снимаю я на GoPro 11. Тесла вообще никак не позиционирует, никак не рекламирует, не представляет свою аудиосистему. У нее просто штатная аудиосистема в машине. она нереально крутая. Под стеклом вот эта длинная колонка с высокими частотами. Есть здесь динамик в дверях в задних дверях. И вон там еще два динамика. И еще здесь есть сабвуфер. И звук очень чистый. Звук басы глубокие. Все раздельно слышно. Это как бурмистр Mercedes. Это очень крутая аудиосистема. Но Tesla ее называет просто штатной аудиосистемой и стоит во всех машинах. И когда мы открываем настройки звука и эквалайзер включаем. Смотрите здесь есть басы средние высокие и сабвуфер отдельная. Очень крутая система. Также можно баланс по машине выставить. Опции разные. У Tesla Model Y есть три комплектации. Три версии. Это обычная заднеприводная с одним мотором и со стандартной батареей. Это версия Long Range с двумя моторами. То есть полноприводная из увеличенной батареи для увеличенного запаса хода. И третья версия это Performance. У нее такая же увеличенная батарея. Также два мотора. Но там другие настройки. Она разгоняется быстрее. У задний спойлер есть карбоновый. Педали хромированные металлические. Ну такие мелочи которые отличают ее. Знаете как у айфона. Казалось бы вроде сильно ничем не отличается. Но там цвета разные у флагманских телефонов. В общем и в принципе по ощущению эта машина как айфон. У нас как раз вторая комплектация Model Y Long Range. Мы выбирали между Model 3 и Model Y. Но там разница буквально в 3000 долларов между этими машинами. А машину мы берем все-таки уже не на один год а на длительный срок. Машина не дешевая и в принципе такая с планами на будущее. Поэтому Model Y выигрывает. В ней больше места. Можно больше всего положить. Ну и так как машину берем уже на длительный срок. Мы ее немножко проапгрейдили. Стандартная комплектация идет в сером цвете. Это 49 тысяч. Мы заплатили плюс 1000 долларов за белый цвет и заплатили плюс еще 2000 долларов за колеса. Итого наша машина вышла в 53 тысячи долларов в кредит на 6 лет по-моему и ставка 6,69. Первое время тяжело привыкнуть к педали газа так как машина электрическая то педаль газа работает по-другому не как на обычных машинах. Но буквально пару часов поездив уже к ней привыкаешь. В общем какой смысл? Ты нажимаешь газ она едет ты педаль газа бросаешь и вместо того что ты ожидаешь что машина будет катиться она начинает резко тормозить как будто ты нажал по тормозам резко. И именно это вызывает такой дискомфорт и непривычность. Как это работает? Когда ты бросаешь педаль газа то машина по инерции катится но сразу же эту энергию инерции она забирает чтобы подзаряжать батарею такая обратная зарядка. Знаете например есть такие велотренажеры которые зарядка для телефона. Ты вставляешь шнур в телефон но он не заряжается ты начинаешь крутить педали они крутятся туго и тяжело на велотренажере и начинает у тебя заряжаться телефон. Вот примерно такой же эффект. И в связи с этим я педаль тормоза практически не использую только в крайне редких ситуациях или экстренных ситуациях. Обычно все идет на одной педали бросаю газ она начинает тормозить я уже привык уже предсказуемо понимаю где она примерно остановится как сильно она будет тормозить и педаль тормоза не используешь и колодки не изнашиваются и в принципе на Тесле колодки хватает на 150 тысяч миль пробега это где-то 200 тысяч километров и более. Здесь интересно сделан климат-контроль видите нету крутилок закрывашек воздуховодов где они спрятаны непонятно смотрим вот так работает климат-контроль включить выключить авто кондиционер вентилятор внутри обдув это суперфильтр от бактерий какой-то можно расписание выставить когда нужно включить когда выключить в принципе из телефона весь этот доступ есть и можно с телефона удаленно включить климат-контроль теперь как настроить его вверх на себя в ноги и вот так он регулируется можно так сделать слышите электроприводы гудят и он работает можно выше интересно сделано он как дайсон знаете такие есть вентиляторы и освежители воздуха и ионизаторы шире уже также соседний подогрев сидений есть подогрев руля что здесь еще подогрев стекла это когда зимний период наверное когда холодно смотрите здесь есть режимы сохранять обдув когда ушел режим если собачку в машине оставил и если на кемпинг на ночь остановился то чтобы воздух циркулировал в салоне пока спишь тоже такой режим можно настроить и для задних пассажиров но здесь только грелки включить можно какие вообще ощущения от вождения этим автомобилем рулится она хорошо в повороты заходит хорошо на дороге очень устойчиво себя ведет и в принципе у нее низкий центр тяжести ниже чем у других машин обычных и поэтому она такая цепкая дорогу держит классно разгоняется феноменально это конечно удивительно ты можешь ехать 100 км в час даже вот если в километрах считать 120-140 км в час вот едешь по фривей и ты резко нажимаешь педаль в пол и она как будто ты стоял на месте она не ускоряется она сдергивается она прям взрывается это просто ракета на колесах это это фантастика то есть машина на дороге ведет себя как какая-то супер гонка супер болид какой-то машина дает тебе эмоции как точно такие же эмоции мне бы наверное дал бмв 5м competition или может быть mercedes amg 63 но только заряженный немец стоит 120 тысяч долларов плюс а эта машина стоит 50 тысяч долларов то есть как обычный семейный паркетник кроссовер от тойоты хонды вольсвагена или лексуса и в этом плане это конечно реально какая-то фантастика как она резко ускоряется это что-то с чем-то аж знаете сердце замирает ты просто нажимаешь газ в пол и держишь и как на аттракционах вот этих вот американских горках это такое ощущение ты прям блин это очень круто там два электродвигателя полный привод и нету потерь ни на что нету коробки передач на которую идет потеря при разгоне когда машина ускоряется еще тут стоит такой супер компьютер который постоянно калибрует колеса если колесо начинает чуть-чуть шлифовать знаете как-то на драгрейсинге машины шлифуют Tesla так никогда не сможет сделать там стоит компьютер как только он чувствует доли миллиметра что колесо начинает проворачиваться он сразу на доли секунды сбрасывает обороты и постоянно их держит постоянно калибрует чтобы вот на границе до проскальзывания было момент крутящий был настолько сильный чтобы машина ускорялась но при этом колесо не проскальзывало было сцепление с дорогой и за счет этого у тебя ускорение непрерывное ты правда как на ракете ты взлетаешь просто если мы попробуем открыть машину без ключей то сразу на экране появляется вот такая картинка о том что пытаются машину открыть машина начинает нервничать или допустим мы не открыть пытаемся пошатать ее и после скольки-то попыток открыть без ключа появляется вот такой режим о том что машина записывает на камеру что происходит вокруг на все камеры и потом когда мы уже сядем в машину мы можем посмотреть что там было заходим в дешборд это видеорегистратор он снимает на все камеры и запись сохраняется всегда за последний час если что-то происходило с машиной вот на таймлайне красная точка появляется которая говорит что на это нужно обратить внимание что что-то вокруг машины происходило если мы перемотаем на эту красную точку и вот как раз таки здесь я пытался взломать машину также вы всегда можете посмотреть на своем телефоне что сейчас происходит с машиной если она стоит где-то далеко на парковке или в гараже вы открываете телефон заходите в приложение и смотрите можно со всех камер сразу вид и также посмотреть что скажем внутри машины происходит в салоне и вокруг нее все в вашем телефоне полный доступ к вашей машине открывается изнутри машина с помощью кнопочек вот они все двери на таких кнопках и передних дверях есть еще вот такой рычаг это регулировка стекол опустить поднять и вот это если потянуть то дверь тоже открывается что касается управления что есть вообще в этом большом планшете во первых конечно то что он реагирует на прикосновения как айпад от айфона то есть от apple работает без тормозов классно у меня включен мод dark давайте поставим light вот чтобы было понятнее на dark просто батарея не так быстро садится поэтому я его использую но кей то что грузится карта здесь стоит сим-карта которая в разных частях Лос-Анджелеса не везде хорошо ловит как и сим-карты в телефоне можно поставить спутник и у нас будет вид как из космоса как с квадрокоптера красными точками указаны места тесла суперчарджер в зарядке и циферки показывают сколько свободных сейчас вот 3 10 сколько свободных станций если вот такое написано как таймер время часы то значит нужно подождать очередь здесь также можно поставить режим пробок он будет показывать это вообще как бы от google сервис вот здесь видно соответственно здесь все магазины описание магазинов тоже вот этой кнопочкой можно убрать и можно поставить музеи магазины достопримечательности все что угодно самая главная кнопка здесь вот эта это управление управление светом складывать зеркала или не складывать блокировать опускать окна защита от детей это я уже показывал регулировка дворников здесь они нажимаются один раз просто помыть нажать и подержать это будет с водичкой и здесь уже можно выставить чистоту или поставить вообще автоматически чтобы щетки дворников мыли стекла зеркала регулировка зеркал правое и левое с помощью этого ролика крутите вверх вниз и зеркало двигается смотрим на это зеркало я буду крутить вниз видите меняется вверх вправо влево электропривод двигает зеркало также регулируется у нас настройки рулевого колеса то есть крутим вверх подымается вверх вниз и право лево это на себя или от себя вот он на меня выходит а сюда он назад так настраивается руль и зеркало следующий у нас педаль и руль ускорение стандартное или плавное будет более медленное руль комфортный стандартный или спорт то есть я ставлю на комфорт он рулится легко на стандарте чуть тяжелее на спорте он будет более такой тугой это у нас модификация педали газа то есть здесь есть три варианта я ставлю на холде это вариант когда ты бросаешь педаль газа и машина будет тормозить рекуперация будет зарядка батареи тормозить до тех пор пока машина полностью не остановится и когда она встанет временно встанет на паркинг на холд такой есть в других машинах вот этот режим педали газа работает следующим образом вы газуете бросаете педаль газа машина начинает тормозить и тормозит до тех пор пока скорость не упадет до 10 миль в час как только будет 10 миль в час машина будет просто катиться как на нейтралке но уже медленно то есть прокатываться И третий вариант, машина будет вести себя как обычный автомат, автомобиль бензиновый на коробке автомат, то есть вы отпускаете педаль тормоза и машина начинает вперед катиться сама. Далее у нас есть charging, сейчас зарядка у меня 58, заряжается он до 80, быстро, после 80 начинает медленно заряжаться, поэтому Tesla рекомендует заряжать машину до 80 и терять заряд не больше 20, то есть он тебе дает предел в 60%, рабочий предел, что не очень удобно. А здесь можно, вот последняя зарядка у меня была на 14 долларов, schedule это расписание можно поставить, когда вы дома ставите на зарядку, допустим тарифы разные, ночной тариф дешевле, дневной дороже за свет платить дома, вы выставляете, вы поставили машину на парковку вечером, воткнули в нее зарядку, но машина не будет заряжаться, если вы выставили расписание, чтобы она заряжалась например с 12, когда у вас дешевая электроэнергия в доме. Screen Mode, если вы его нажимаете, когда вам нужно почистить экран, допустим экран заляпанный, ну сейчас он не очень заляпанный, нажимаете этот режим и спокойно протираете его, он будет идеально чистый, легко протирается, буквально пару движений и все, и нажимаем и держим, чтобы вывести из режима очистки. Кстати, систему можно полностью поставить на русский язык, польский, Xiaomi, где же он был? Вот, все языки мира есть, давление в шинах нормальное, и у вас есть доступ ко всем стриминговым сервисам, музыкальным сервисам, где это у нас? Apple Music, Spotify, YouTube, Hulu, Disney+, это все стриминговые сервисы, Netflix. Здесь можно синхронизировать телефон, есть онлайн радио, разные станции, но мне чуть ни одна не понравилась, надо свой YouTube Music подключить и все, DJ сеты. Это как бы встроенное стандартное радио, есть камеры, это боковые камеры, это камера заднего вида, есть статистика энергии, затраты, есть игры, но я в них не играл, они какие-то максимально простые, насколько я понимаю. Есть браузер, то есть если нужно что-то поискать в интернете, пожалуйста, я искал радиорекорд, хотел послушать песенки, в принципе работает. Spotify, Zoom есть, Bluetooth, Karaoke даже есть, еще вот такие онлайн радио, а, это не онлайн, это обычное радио, которое ловит антенны. В общем много чего есть, когда я встаю по вечерам на зарядку, то я просто включаю YouTube и смотрю YouTube. Когда едешь, машина показывает здесь твою актуальную скорость, это спидометр, здесь максимально разрешенную скорость, в принципе она видит полосы, она видит конусы, видит знаки, которые показывают ограничение какой по скорости. Видит машины, которые едут рядом, если хочешь перестроиться, нажимаешь поворотку, включается камера, которая показывает слепые зоны. Если машина у тебя в слепой зоне, можно перестраиваться. Ну вот в таком формате так выглядит это в движении. Вот машины по факту справа слева, вот они на картинке также. Все корректно отражает количество полос. Сплошные линии, еле прерывистые, тоже все показывают как есть по-настоящему. Велосипедистов, пешеходов тоже видят. Мотоциклисты, большие траки тоже отображают все корректно. Вот, кстати, мы сейчас догоним трак. Вот большой трак. Также он его показывает нам на картинке. Когда стоишь на светофоре и красный свет включается зеленый, машина издает сигнал, что вдруг, если ты задумался, что-то уснул за рулем и не контролируешь светофор, то сигнал тебя оповестит о том, что светофор стал зеленым. Тоже очень удобно, многие зависают в Америке и на зеленый не едут долгое время. Вот, слышали? Как в самолете. Значит, дали зеленый. Покатавшись месяц на этой машине, я могу выделить три объективных минуса, которые меня на данном этапе моей жизни вообще никак не коснулись, чему я очень рад. Первый минус, конечно, это зарядка. Если заряжаться на общественной станции, через какое-то время это начнет вас сильно доставать. Это бывают очереди туда из машин, пока дождешься свою колонку зарядочную. И потом, как минимум, полчаса нужно сидеть заряжаться. Поэтому, если у вас нету дома или в том месте, где вы живете с зарядки, то я бы не стал советовать покупать вам электроавтомобиль, Теслу или любую другую. Второй минус, это маленькая батарея. У меня Тесла комплектация Long Range. То есть, это самая большая батарея, которая может быть на Model Y. И ее недостаточно. То есть, мне одному ее хватает на весь день покататься этой батареей. Но если мы с женой катались несколько дней, то батарея сразу ощутимо быстрее теряла свой заряд. Потому что два человека в машине. Ребята, кто в такси работает, им приходится заряжаться два раза в день. То есть, в обед какую-то подзарядку делать. И потом вечером, потому что у них один пассажир, два или три с собой они возят всегда. И машина с большим количеством людей быстрее ест батарею. У меня примерно получалось, там, 1% батареи на 2 мили, 3 хватало, если я по трассе еду. Если я катаюсь по городу, то 1% хватает на 4 мили. То есть, чем быстрее едешь по трассе, больше сопротивления ветра, быстрее тратится батарея. Когда катаешься по городу, батареи на дольше хватает. И, конечно же, если сделать эту батарею еще в 2 раза больше, либо какую-нибудь технологичную батарею, которая дала бы пробега запас хода в 2 раза больше, чем есть сейчас, то тогда этой машины бы цены не было. И третий минус, на этой машине не поедешь в дальнюю поездку. Потому что это будет несколько пассажиров, это будет какой-то багаж с собой на дальнюю поездку. И машина, вес машины увеличивается, и батарея будет тратиться гораздо быстрее. Тем более по трассе придется часто останавливаться на зарядку. И в итоге дальняя поездка, наверное, количество часов, проведенных в сумме на зарядке, которую вы простоите, будет равно количеству часов, сколько вы едете. Ну, примерно, конечно, я утрирую. Но, тем не менее, это будет большая главная боль, куда-то на дальняк ехать. Даже поездка из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, я думаю, вызовет достаточно дискомфорта, что это будет первая и последняя поездка. Но и этот минус тоже меня особо обходит стороной, потому что у нас есть вторая машина BMW, которая по трассе расход бензина такой же, как и у Вензы, мы сравнивали примерно, да. Хотя Венза это гибрид, а BMW 5 серии это обычно бензиновые. Вот такие три минуса этой машины получаются. Связаны они все, конечно же, с батарейкой. Электрическую машину, мы думаем, если брать в семью, мы такой вывод сделали, то только как вторую машину, дополнительную к первой бензиновой или гибридной. Вообще, конечно, в идеале я бы поменял BMW 5 серии, который у меня есть, 530i на 530i на гибридную BMW 5. И тогда будет вообще все идеально. Ну и на этом у меня все. Увидимся в следующем ролике. Следующий ролик будет, я покажу вам новую квартиру, куда переедем. И, может быть, сделать новогодний стрим, пообщаться с вами, почитать вопросы, живое общение сделать. Напишите об этом в комментариях, надо, не надо. И лайки, дизлайки, комментарии о чем угодно. Может быть, что-то вы про Теслу знаете больше. Напишите, подскажите. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok